Спасибо за поздравление. Поздравляю команду и болельщиков нашей команды с этим успехом. Трудная победа. Игра разделилась на два разных тайма. В первом тайме очень качественная игра в нашем исполнении. Создали достаточно много голевых ситуаций даже в предыдущем туре с «Шахтером», когда мы играли на выезде, когда даже выиграли со счетом 4-0. Но по количеству голевых ситуаций не было столько голевых ситуаций в прошлой игре, хотя уверенная победа в прошлом туре. А сейчас в первом тайме 2-0 по счету в первом тайме по ходу первого тайма. И плюс еще достаточно много голевых ситуаций, где, конечно, ребята, футболисты нашего уровня обязаны реализовывать хотя бы как минимум 50% из того, что мы имеем. Это было бы хорошим, скажем так, заделом уже, чтобы не доводить до такой нервной концовки матч, как это случилось уже непосредственно во втором тайме. Скажу так, что, конечно, не планировали мы и не призывал я ребят во втором тайме отдавать инициативу сопернику территорию и владение в контроле мяча. Безусловно, где-то в какой-то степени и соперник нас заставил. Но объективности ради скажу то, что физический спад небольшой, который у нас случился во втором тайме, он вызван, честно не лукавлю, объективными причинами. И эти причины я четко понимаю и четко знаю. Поэтому это не как оправдание, но, тем не менее, еще раз говорю, это для анализа хорошая нам пища, для размышлений. Именно то, что во втором тайме нам сейчас надо чуть-чуть отдохнуть, немножко выдохнуть, залечить болячки, которые у нас появились. Ну и плюс, естественно, восстановить эмоциональную составляющую. Потому что два предыдущих матча против Гродненского Немана, нашего конкурента, против Шахтера, который в турнирной таблице внизу находится, и непростой ситуацией, естественно, пытается каким-то образом выйти из этого положения. Безусловно, эти два матча отобрали у нас много эмоциональных сил. Плюс, еще раз говорю, по объективным причинам есть ситуация, где мы на вот этот физический спад во втором тайме, который случился, он объясним. Поэтому, еще раз, я, ребят, поздравил с победой. И самое главное, нам сейчас правильный вывод сделать и хорошо восстановиться эмоционально и физически, конечно, для последующих уже матчей успешных. Коллеги, были ли вопросы? В этом первом году Артем Быков не играл. Что с ним? Ну, вот Артем Быков и Александр Сачивка – это одна из причин, почему их нету в заявке. Есть, еще раз говорю, объективные причины. У кого-то болячки, у кого-то заболевания. Поэтому в этом отношении у нас немножко объяснимая ситуация. И кадровый ресурс, в какой-то степени, еще раз говорю, вызывал опасения вот перед этим матчем, чтобы нам не потерять, не потерять ребят-бойцов здоровых для того, чтобы сработать в этом матче по максимуму. Ну, а то, что соперник, еще раз хочу отдать должное. Соперник второй круг в шести матчах набрал 16 очков. Достоин уважения на старте второго круга. Сменился тренерский штаб, команда преобразилась. Мы это понимали и, естественно, готовили серьезнейшим образом. Но, опять-таки, еще раз говорю, что самое главное – то, что достигнута победа. Конечно, это не оправдание, не обстоятельства, которые могут нам помешать в достижении, скажем так, успеха в конкретном матче. То, что там кто-то заболел, кто-то травму получил. Поэтому, еще раз говорю, ребята молодцы. Сейчас и в раздевалке им сказал об этом, что, ребята, это дорогого стоит. Иногда надо через такие матчи трудные проходить, через такие победы, чтобы, как говорится, двигаться дальше. На скидку раньше Бакич забивал на отскоке, на замыкание. Сейчас он забивает дальними ударами. Это закономерность? Ты тренировал этот компонент или с чем это связано? Ну, я скажу так, что Душин вообще разносторонний нападающий. Он умеет забивать различные роды голы. Он хорошо играет головой, он хорошо владеет обводящими ударами. Он также может в глубине поля сработать как плеймекер, то есть глубинные нападающие, оттянутые нападающие. Поэтому сегодня вот этот гол, который он забил, конечно, если так объективно, я скажу, что с моего ракурса, с технической зоны, тренерской, я хорошо видел этот эпизод. Он делал целенаправленно подачу створ ворот на Морозова. Но так получилось, что Влад был в активной позиции и он своим движением дезориентировал вратаря. Поэтому приходящая подача створ ворот, вратарь, наверное, все-таки остался на месте. И мяч, не коснувшись никого, залетел в дальний угол. Это исполнительское мастерство. Добрый вечер. Сергей Сильванов, призвол. Вопрос такой. Вы перешли на игру в 17 грамм и защиту. Соответственно, увеличили их номинальное количество. Это было выложено на меру? Или вы как-то думали, что планировали поменять немножко схему? Нет, конечно, я не планировал менять схему. Потому что в первом тайме, опять-таки повторюсь, все здорово работало. И оборонительные общекомандные действия, и атакующие действия. Еще раз говорю, и создание голевых ситуаций не вызывало нареканий вообще. Единственное, что реализация, конечно. Ну а во втором тайме, естественно, я говорю, что физический аспект дал немножко почву для размышления по ходу второго тайма. Особенно это, когда уже нам соперника отквитал один мяч. Естественно, что важно было нам закрыть вот этих активных латералей, которые беспрепятственно уже принимали мячи в близости наших ворот. Это и Кучинский, и Потапенко. Поэтому перестроение на тактическую схему с тремя центральными защитниками, то есть мы увеличили по ширине, скажем так, насыщенность нашей обороны. Естественно, больше стали оказывать давление на эти фланговые зоны.